ребята всех приветствую хотел поделиться вот еще одним таким своим познанием в бензопиле аналог husqvarna тут конечно не husqvarna далеко это подделка ну работает в принципе вот модель у нее husqvarna 365 xp по моему до xp была лыбочка она уже стерлась я вот здесь да вот 365 xp эта подделка в общем смотрите хотел рассказать вам про такую проблемку но это у всех бывает в них в общем стартер у меня при одной заводки просто выскочил веревка полностью вытянулась и все и она обратно туда не заезжала у меня ну думаю надо разбираться в общем скрыл для вскрытия тут вот четыре винтика здесь крепится на на четырех винтиках и нужен вот такой вот ключик специальный насколько он даже наверное не скажу да и на нем нету маркировки вот ну в общем вскрываете вот эти вот четыре винта добираемся то вот это вот механизма стартера вот он подпружиненный видите подпружиненный вот я ее вскрыл так как до этого не сталкивался с этим ни разу давай искать а где же у нее вообще пружиной как она могла откуда она могла слететь дело тут вот в чем вот этот винтик вот выворачивается вот это вот катушечка с веревкой стартера снимается и там видно становится пружинку я сначала вообще найти не мог затем вот под катушкой если вам видно будет вот это видите вот как бы пластиночка вот на ее жму вот она стоит внутри нее стоит пружина сама она такая наматывается как спираль наматывается в общем она у меня выскочила зацепление вот этой вот с этой катушки вы все она конечно же веревка вытянулась и на мне и обратно не уходила после как один раз дернул и все обратно не заезжала вот сама пружина в общем находится вот здесь вот под вот этой вот катушечкой под этой вот пластинкой здесь она вот если видеть видно будет вот вот это вот пластмасс к сейчас покажу вот она вот видите один конец пружинки надевается на нее сама пружинка собирается вот под эту пластинку прямо так вот наматывается сматывается 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 вот я сначала голову ломал как же ее вообще наматывать как ее вообще зарядить пружину но потом дошло до меня собрать ее короче в общем эту пружину если вы снимете она увидите что слетела можно ее просто одеть принципе вот эту катушку вот винт вот этот выкручиваете и снимаете ее вместе вот с этой вот подковыривать его здесь вот вот так вот и оттуда вытаскиваете и вытаскиваете и вместе вот с этой вот пластинкой оттуда из пружиной если она у вас не раскроется то вам повезло если она раскроется выстрелит то берете вот эту вообще сторону убираете катушку с веревочкой снимаете в сторону убираете берете вот эту пластинку в которой собирается пружина берете прям руками один конец пружинки он там увидите в пазик заходит вот этой пластинки собираю но напяли войти на этот пазик и начинаете собирать пружину прям руками вручную внутрь вот этого пластины там как есть место посадочные для пластины собирает собиратель собираете прям вручную туда наматывайте наматывайте наматывать потом не вставляю вот на этот вот паз не вставляя и не вставляя вот эту вот к саму катушечку с веревкой попадаете в общем 2 конец пружины там в катушки есть такой прорезь вы попадаете сразу же туда в этот прорезь второй конец то есть первый конец у вас здесь будут пружины сюда фиксироваться 2 в катушке в прорезь вставляться но попасть ее очень проблематично то есть вы ее снимаете вместе вот с этой вот пластинкой которая с пружиной вместе с ней снимаете и с катушкой снимаете и вместе переворачиваете его так и там видно где она входит в зацепление второй конец собираете и в таком положении то есть ну чтобы она фиксировалась и начала вот вот так вот пружинить здесь один конец здесь второй конец собирается вот потом втыкаете ее на место вот туда вот на посадочное затягиваете винтик вот это вот не сильно чтобы она вращалась свободно затягиваете и затем я как сделал люди писали по-разному у каждого но но и разные там конструкция у них у всех я сделал как взял ее намотал сразу веревку а и то есть подпружинил вот этот вот катушку полностью смотал что веревка у меня зашла сюда полностью смотал а затем уже только я ее зафиксировал до зафиксировал вот в таком положении ну то есть надел катушку эту вместе с механизмом уже на место поставил веревка полностью чтобы намутана на катушке было у меня немножко она здесь конечек торчал болталась я здесь вытащил веревку отрезал и узелок завязал все вот она вот так вот делается ну если кому будет нужно прям необходимо я могу подробно потом все это снять вам показать но бывает частично часть частая поломка у них такая то есть стартер воскакивает пружина с фиксации с фиксированного положения и все ну а потом уже делать техники тут ставится такая вот супер прокладочка или как бы щиток и вот в эти вот попадаемые но она свободно туда попадается заходит свободно вот так вот ставится и подтягивается винтиками четырьмя штук вот так чуть если поддернули и веревочку она встала на место все затягиваем и вперед в работу стартер у вас зацепление зашел все все работать будет ребят все хочу сказать вот про эту пилу которую вам сейчас рассказывал смотрите родная шина стояла вот такая вот не знающие люди подсказали поставить говорит покороче ну она у меня вышла из строя у меня вот этот вот звездочка на конце шины заклинило вообще заклинило вот она не крутится вот и при покупке мне посоветовали поставить говорит покороче шину вот такую вот я поставил патриот от патриота вот таких вот параметров вот и она говорит не будет у тебя говорит это вязнуть в общем в дереве а будет говорит вы вытягивать спокойно по мощности пила горит запросто будет вытягивать и пилить будет легче поставил такую горшину покороче на ты все вот с такими говорю параметрами дальше под нее взял такую цепочку патриот вот а родная была вот эта цепь как же доки о какая-то в общем не сказали что это демонстративная цепь найдет завода я ее пару раз пытался затачивал но ее хватает буквально пару бревен вот это вот патриотовская это вот эта цепь вот и сегодня я взял еще одну запас точно таких живот параметров но они ничего цепочки эти нормально работают вниз не садятся сразу же как вы знаете при распилке старых домов бревна сухие гвоздями в общем тут они садятся махом ну вот эти вот патриотовские цепочки ничего вроде работают вот я вторую говорю взял на запас сейчас поставлю новенькую мне наверно чуть-чуть на буду пилить эту оставлю запас а это вообще утилизирую он говорит даже нет смысла и затачивать директ она у тебя на пару бревен и ты вытянешь ну сейчас покажу как новенькая будьте вести с поставлю покажу вам час а а а и Продолжение следует...